Состоялось заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. На встречу подвели промежуточные итоги исполнения бюджета Люберецкого района и городских поселений за 2016 год. Также был поднят вопрос изменения структуры администрации округа. В новой структуре округа выделены блоки, так же, как это было в существующей структуре администрации Люберецкого муниципального района. Создано управление тарифной и налоговой политики и управление предпринимательства и инвестиций. Подготовлен данный проект решения и предлагается принять его, после чего в налоговую инспекцию будут переданы документы в целях внесения сведений о наименовании казенного учреждения администрации. Она будет именоваться администрацией городского округа Люберцы. Депутаты обсудили вопросы правоприемства, которые закрепляют отношения между органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района и органами местного самоуправления городского округа Люберцы. Также в решении закрепляется, что все нормативные акты, которые были приняты на территории Люберецкого муниципального района, в той части, в которой они не будут противоречить действующему законодательству, применяются в целях того, чтобы не допустить правового вакуума, пока у нас не будут приняты новые нормативные акты. На заседании также были представлены тоглаты по бюджету городского округа Люберцы за прошедший год. Бюджет исполнен по доходам в сумме 5,9 миллиарда или 99% к утвержденному плану, по расходам в сумме 5,7 миллиарда или 94% к утвержденному плану. В итоге в результате исполнения бюджета получат бюджет в сумме 232 миллиона рублей и бюджет исполнен без кредиторской задолженности, без муниципального залога. 15 декабря прошлого года Мособлдума одобрила формирование округа на территории Люберецкого района. 26 марта в Люберцах выбрали совет депутатов, а они 4 мая избрали главой городского округа Владимира Ружицкого сроком на 5 лет. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.